Ирина Никешина Добрый вечер. Несмотря на то, что очередной парламентский сезон еще в полном разгаре, календарный 2019 год подходит к завершению, а вместе с ним завершается и финансовый год, в том числе и для Нинецкого округа. В канун Нового года принято подводить итоги. Я хотела бы вас попросить определить топ-5 событий или решений, которые были приняты или произошли в 2019 году и которые повлияют на развитие нашего региона в 2020. Да, действительно, 2019 год был достаточно насыщенным. Я считаю, что в целом он был успешным и в плане законодательной нашей деятельности. Поэтому можно перечислять, конечно, ряд проблем, которые мы вместе с вами решали. Я бы хотел остановиться прежде всего на том, что 2019 год был юбилейный для нашего округа. Мы отмечали 90-летие его, 90-летие и нарядно в Индир, многие наши госучреждения, детские сады, школы, госструктуры, федеральные структуры, тоже которые базируются здесь в округе. Они также отмечали свои круглые даты. Поэтому в этом смысле, конечно, мероприятий было достаточно много и год был в этом смысле насыщенным. Но, наверное, эти юбилейные даты, они обязывают подводить итоги, о чём вы сейчас говорите, ну и определять новые задачи. Поэтому законодательная жизнь, она в этом плане как раз и была сфокусирована на том, чтобы реализовывать те задачи, которые нам необходимо было решать в 2019 году и на ближнюю перспективу. В качестве перечня задач, которые мы всегда традиционно решаем, если мы говорим и стараемся с вами выстроить приоритеты, это вопросы, наверное, жилищного строительства. Они всегда являются важными, в центре внимания наших жителей находятся. И я считаю, что здесь мы определили новый механизм, а именно выкуп аварийного жилья. По этой программе за 11 месяцев в год поступило более 200 заявлений от наших жителей, то есть программа эта работает. Было выделено свыше 80 миллионов рублей, и 27 человек уже воспользовались данным правом. Более того, мы на эти цели из нашего бюджета дополнительно выделили 200 миллионов рублей. Я хочу сказать, что наш опыт является в этом смысле достаточно интересным. Он был в качестве альтернативных проектов рассмотрен в Государственном доме, в Совете Федерации. Мои коллеги по парламентской ассоциации тоже с интересом говорили, что он достаточно простой, понятный для людей. И цена, которую мы закладываем по выкупу аварийного жилья, она вполне является, скажем так, ну, дееспособной, что ли. 60-62 тысячи, возможно, по следующему году она возрастет. Поэтому я считаю, что это хороший опыт, и мы эту работу продолжим. Далее я бы хотел отметить такой вариант или такое направление на нашей работе, как строительство дорог. Это инфраструктурные проекты, это очень важно для нас. Здесь бы акцент сделал на сельские дороги, потому что о наших дорогах, которые имеют федеральное значение, мы говорим достаточно много. А вот сельские дороги в этом году удалось все-таки двинуть вот это направление, такие дороги, как Воксино, дороги, которые между Нижней, Пешей и Волоковой. Это содержание их в зимний и летний период. Далее мы хотели бы эту работу еще продвинуть. И у нас в планах строительство дороги в Хангурее и в Нисси до нового поселка. Поэтому в той же Нисси сделан мостовой переход, о котором мы много говорили. Вот мы только некоторые вопросы инфраструктурного развития для сельских регионов обозначили, но я полагаю, что они очень важны, потому что если в селе село приводится в порядок, то, о чем сейчас говорим, дороги, это очень здорово, это очень хорошо, потому что это фактически само село приобретает совершенно иной облик. Далее продолжается у нас строительство социальных объектов. Вы знаете, что мы года два назад говорили о том, что нам необходимо избавиться от долгостроев. У нас где-то было таких кричащих объектов 10-12. В этом смысле мы работали по соцобъектам. Ну, вы знаете, это школа в Индиге, наша школа в Красном, которая построена уже. Те вопросы, которые... Это строительство ФОКов, Вандерми, наш молодежный центр. Это долгострои наши там бывшие. Но мы знаем, что сейчас эти проблемы постепенно мы решаем. И это очень важно, потому что иначе происходит удорожание. Все ли сделано? Нет. Но это то направление, которым мы занимались и будем заниматься в дальнейшем. Еще одно направление — это социальная поддержка наших граждан. Вы знаете, что у нас свыше 170 мер социальной поддержки. И на эти меры в области социальной политики мы выделяем очень большие средства, порядка 3,3 миллиарда рублей по году. Мы индексировали заработную плату бюджетникам. Это школьное питание. Это те вопросы, которые касаются онкобольных. Индексация заработной платы бюджетников. Поэтому эти вопросы находятся также под постоянным нашим вниманием. И я полагаю, когда мы заявляем о том, что бюджет у нас является социально направленным, я полагаю, главная задача заключается в том, чтобы не допустить в этом смысле ухудшения той ситуации, которую мы имеем на настоящее время. Далее мы особое внимание, наверное, должны уделять тем категориям, которые особо нуждающимся. Мы работаем в режиме обратной связи. И поэтому, допустим, встреча с организацией особого детства, по итогам этой встречи с ними был принят закон об отмене транспортного налога для семей, воспитывающих детей инвалидов. Я считаю, что такие категории наших жителей нуждаются в особом внимании и поддержке. Очень важный для региона вопрос остается, это квалифицированные кадры. Узкие специалисты по медицине, специалисты, те, которые касаются нашей педагогии, особенно в сельских населенных пунктах, просто специалисты, которые к нам приезжают. Это те вопросы, которые необходимо решать и привлекать их в области культуры, спорта. То есть это те люди, которые могут нам дать очевидный прирост в качестве работы. Поэтому вы знаете программы, земские докторы, земские учители. Поэтому вы знаете, если говорить про врачей, такие нормы введены по поддержке пребывающих. Если это приезжает к нам врач в город, либо поселок искателей, либо фельдшер, то они, соответственно, получают подъемы в размере 500 и 250 тысяч рублей. А если они приезжают на село, то эта сумма удваивается. Поэтому в области образования, культуры, спорта и туризма мы приняли такой важный закон, я считаю, что люди, которые приезжают и реализуют себя в этой деятельности, с первого дня работы у нас на Ринмаре, в округе, они получают северные надбавки. А теперь мы распространяли эту практику практически на все категории наших специалистов, в тех, кто прибывает к нам в округ. Мы не стали, как говорится, делить людей на тех, которые имеют стаж работы или нет. Я считаю, что вот эти меры, они достаточно действенные, оправданные, которые позволяют нам привлекать тех специалистов, которые мы хотели бы привлечь. Отсюда, конечно, возникают другого рода проблемы, потому что здесь не только возможна поддержка вот такого рода, как какие-то посредством подъемных, посредством материально стимулированные. Но здесь очень важны вопросы, которые касаются выделения жилья специалистам. Поэтому здесь, я полагаю, необходимо решать эти проблемы особенные, интенсивнее надо на территориях, в населенных пунктах, в отдаленных населенных пунктах. Поэтому мы будем думать над тем, чтобы действительно сохранить здесь меры соцподдержки. Вы знаете, что за подъемом жилья учителям, медицинским работникам у нас существует доплата от 10 до 15 тысяч рублей. Как раз те специалисты, которые живут на селе. Тоже речь идет о том, что мы им помогаем закрывать коммунальные услуги. Для нас важны, вот мы уже, наверное, больше направлений говорим, это не в топ-5, получается, более расширяемые, те категории людей, которые обеспечиваются дополнительными мерами соцподдержки. Я бы хотел сказать о студентах. Это очень важно, когда мы говорим о специалистах, то к нам должны приезжать не только специалисты из-за пределов округа, но и те, которые мы здесь вырастили вместе с вами, которые окончили наши школы, которые приезжают к нам на практику, которые учатся по целевому набору. И потом очень важно, когда наши кадры возвращаются к нам. И поэтому мы предусмотрели и здесь меры соцподдержки, допустим, для оплаты к проезду места учебы и обратно, на практику. Эти тоже вопросы мы учли в материальном плане. Поэтому я вам перечислил примерно те направления работы. может быть, они являются одними из важнейших и самых главных для того, чтобы мы могли как раз вот все те категории, которые перечислили, стимулировать в целях того, чтобы облегчить им решение вопросов, которые касаются реализации их жизненных планов, реализации, в том числе вопросов, которые стоят перед собой наши учреждения, в плане оказания потом, впоследствии, помощи нашим жителям, как в области медицины, как в области культуры, спорта и других направлений нашей работы. Александр Ильич, депутатский корпус 28-го созыва был сформирован в сентябре 2018 года, по итогам очередных выборов в собрании депутатов Ниньского округа. Вот подводя итоги текущего года, когда депутаты отработали вместе уже более года, не могу не поинтересоваться вами. Ваше мнение, сформировалась ли в региональном парламенте команда, нацеленная на совместный результат? Мы действительно работаем уже даже не больше года, а порядка полутора лет. Можно подводить первые итоги. Мы работаем достаточно слаженно. Мы приняли уже второй бюджет за время совместной работы. Чем отличается наш созыв от предыдущих? Ну, наверное, тем, что в нашем созыве представлено 6 партий и, соответственно, 6 фракций. Что это предполагает? Ну, наличие различных точек зрения, соответственно, наличие, наверное, дискуссионных площадок. Но это не мешает нам выходить на консолидированные решения, в том числе и по бюджету, потому что вы знаете, что это необходимые условия, когда мы большинством голосуем принимаем те или иные решения. Это очень важно. Поэтому, конечно, отработан механизм. Вы его и наши жители прекрасно знают. И обычно на сессии это уже конечный результат. А все те вопросы, которые решаются в процессе, на рабочих группах, на комиссиях, на комитете, там идут действительно серьезные споры, выясняются точки зрения, соответственно, приглашаются к решению вопросов, в том числе и администрация, лично Александр Витальевич Сыбульский, если есть такая необходимость. Поэтому можно говорить о том, что собрания работают плодотворно. Региональный парламент в своей работе всегда прислушивается к мнению избирателей. Вот с какими обращениями к вам обращались наши жители? И приходилось ли принимать серьезные решения, основываясь вот на таких предложениях? Я вам примерно в первой части уже сказал о том, что жилье, специалисты, медицинская помощь, все, что касается учебы, транспортный налог или отдельные меры социальной поддержки тем гражданам, которые нуждаются в этой помощи, в адресной помощи, они стоят в повестке дня. Каким образом? Я скажу, что наш Сызыв отличается еще, наверное, и тем, что депутаты активно выезжают за пределы низкоавтономного округа, активно выезжают в села, в деревни. Очень часто общаемся мы, соответственно, с представителями тех или иных учреждений, приглашаем к себе, заслушиваем заместителей губернатора. У нас на планерке практически каждую неделю мы ту или иную службу к себе приглашаем, чтобы оперативно понимать, какие злободневные вопросы стоят перед той или иной службой или перед тем или иным департаментом в настоящий момент. И, как правило, такие вопросы мы задаем по итогам встреч с теми или иными категориями наших избирателей. Поэтому обратная связь, она существует, она достаточно эффективна. И вот когда я говорил о том, что в основу наших законов по многим позициям как раз и они вытекают из тех пожеланий, которые нам делегируют наши избиратели. Это абсолютно нормальный процесс. И фактически вот эта корректировка заходов и существующих, и новых, она как раз вот в этой связи и происходит. Поэтому социальное обеспечение – это, наверное, наиболее злободневная тема. Я уже говорил о том, что у нас свыше 170 мер социальной поддержки. И вот эти вопросы, они постоянно находятся в поле зрения наших жителей. Невозможно представить себе развитие региона без взаимодействия исполнительной и представительной ветвей власти субъекта. Какие принципы заложены в основу этого диалога? И какие инициативы, исходящие от депутатского корпуса, были поддержаны органами власти и губернатором в текущем году? Здесь, наверное, ключевое слово. Вот если мы говорим о взаимодействии, это взаимодействие должно быть максимально согласовано. Потому что закон не может быть принят без собрания депутатов, но он не может быть принят и без исполнительной власти. Это двоединый процесс, и это надо хорошо понимать. Потому что любой закон, особенно если он требует финансового обеспечения, надо понимать, чтобы мы, конечно, могли работать в рамках бюджета. А бюджет, мы говорим, у нас должен быть какой? Сбалансированный. Поэтому, конечно, принятие решения — это, прежде всего, вопрос приоритетов. Что делать в первую очередь? Что делать во вторую очередь? Что делать в перспективе? И поэтому, конечно, вот этот баланс нам необходимо соблюдать. И работа с исполнительной властью в данном конкретном случае, отвечая на ваш вопрос, она является наиважнейшей. Поэтому, если я бы стал сейчас выделять те законопроекты или те поправки, которые депутаты, соответственно, решали в ходе принятия бюджета, ну, что я скажу, фактически все, практически все депутатские поправки, они были учтены. Мы их согласовываем на предварительном этапе. Равно как, когда идут, соответственно, предложения или законодательные инициативы со стороны исполнительной власти, мы тоже поступаем таким же образом. Поэтому я полагаю, что нам удается решать совместно все вопросы, и это очень хорошо. Я думаю, что сейчас главная задача, наверное, это реализация национальных проектов. Вы, наверное, знаете, что сейчас они будут, наверное, еще более скорректированы, наверное, более актуализированы. И речь идет о том, что Владимир Владимирович Путин в середине января будет очередное послание. И поэтому я полагаю, что вот те вопросы, которые будут там заявлены, они должны быть у нас в центре нашей поездки дня и должны быть актуализированы. Более того, я скажу, вот когда мы говорим о бюджете и вообще о том, каким образом и что нам позволяет сделать бюджет, потому что это как раз вот вопрос возможностей, у нас очень важно здесь привлекать федеральные средства, потому что они как раз идут на выравнивание нашей бюджетной обеспеченности, дополнительных средств, и они весьма и весьма существенны. По прошлому году, если мы говорим по прошлому и текущему году, они где-то за 3 миллиарда были привлечены, прежде всего на федеральные объекты, это как дорога, сады, мостовые сооружения и так далее. То есть там, где это возможно, эти задачи надо что, уметь реализовывать? Я считаю, что Александр Витальевич Цибульский в этом плане работает весьма эффективно, и мы можем констатировать о том, что в настоящее время можно говорить о том, что средства федерального бюджета для нас являются довольно серьезным подспорьем в решении текущих финансовых дел. Вот, наверное, так я бы ответил на этот вопрос. Александр Ильич, в преддверии Нового года, чего бы Вы пожелали нашим жителям, своим коллегам, ну и всему региону? Ну что, как и все, мы хотим в этот волшебный праздник, каждый Новый год он несет это волшебство. Мы хотим пожелать друг другу крепкого здоровья, счастья, благополучия и себе, и нашим близким, хорошего настроения. Мы ждем, конечно же, очередного чуда. Мы хотим, чтобы следующий год был лучше предыдущего, и чтобы все, что мы задумали, конечно, максимально выполнялось. Для этого надо много работать. Я опять на рабочий лад хочу здесь настроиться, потому что, наверное, уместно, когда мы говорим о будущем, реализации тех задач, в том числе и в Новом году, я хочу сказать о том, что мы приняли и к исполнению стратегию развития, социально-экономического развития Нинско-автономного округа до 2030 года. Вы знаете, что это важный документ, нужный документ. Поэтому это хорошо, что нам удалось это сделать. Там были весьма существенные поправки, и поэтому у нас, наверное, будет, когда мы говорим о пожеланиях, я полагаю, что, с одной стороны, это чистые человеческие пожелания, с другой стороны, всем органам исполнительной, законодательной власти и всем остальным федеральным структурам, департаментам, я хочу пожелать плавиатурной работы в следующем году. А залогом этого должно быть что? Крепкое здоровье. Я тоже вас поздравляю с предстоящими новогодними праздниками. Желаю вам здоровья, семейного благополучия и успехов в законотворческой деятельности. Благодарю, что пришли к вам в студию на программу, и будем рады видеть вас снова. Спасибо. Вы смотрели программу «Законодатели». Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok